На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Отныне за выброшенный из окна автомобиля мусор придется заплатить штраф. К данному законопроекту отношусь положительно, потому что это ведет к тому, что улучшается экология. Врач-травматолог ВРКБ Рустам Ифиндиев вернулся из поездки в зону военной спецоперации на Украине. Туда он поехал добровольцем. Из нашей больницы выявился 5 человек. Из 5 человек по решению главного врача решил поехать я. В Ленинском отделении Центра социального обслуживания «Вера» в рамках программы «Активное долголетие» открылся бесплатный велопрокат. Им рекомендована вот именно вот эта вот езда на велосипедах. То есть это очень полезно для здоровья. С начала нынешнего лета Мособлгаз начал отключать неплательщиков от газоснабжения. Напомним, приостановление предоставления коммунальных услуг грозит, если имеется задолженность в размере двух месячных платежей по нормативу. Абонента уведомляют дважды – за 40 и за 20 дней до отключения. Если оплата не поступит, подачу газа приостановят. Связываются с неплательщиками и в день отключения. Чтобы вернуть газ в дом, можно обратиться за реструктуризацией долга или рассрочкой в ресурсоснабжающую компанию. Проверить задолженность можно на официальном сайте Мособлгаза или по номеру телефона, указанному на экране. Отныне за выброшенный из окна автомобиля мусор придется заплатить штраф. Соответствующий закон вступил в силу в середине июля. Как к такой мере борьбы за чистоту относятся видновчане, узнала Юлия Погосян. Такая беспечность, как взять и выбросить из окна своего автомобиля мусор, приводит к загрязнению окружающей среды и портит эстетический вид проезжих частей. Если бы дорожные службы постоянно его не убирали, то мы бы просто погрязли в мусоре. Но, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Теперь несознательных автолюбителей будут наказывать рублем. Причем штрафы внушительные. Выпросил что-либо из легкового авто, будь добр заплатить от 10 до 15 тысяч рублей. И это только для физических лиц. Для должностных и юридических еще дороже. Мера также касается мотоциклов и прицепов. Больше остальных не повезло водителям фур. В их случае сумма варьируется от 40 до 200 тысяч. К данному законопроекту отношусь положительно. Потому что это ведет к тому, что улучшается экология. В том числе и безопасность на дорогах. И сам для себя, скажем так, никогда не позволяя себе этого делать. Частота – это самое важное. Город, в котором мы живем, должен следить. Потому что это считается вторым домом. Я, конечно, никогда не выбрасываю мусор из автомобиля. Поэтому у меня всегда полная пипенница. Он гатит все подряд, говорит, как чисто сразу стало. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Вступил в силу еще 15 июля. Согласно новым правилам, нарушения можно будет фиксировать и при помощи камер. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно. Врач-травматолог Видновской районной клинической больницы Рустам Ифиндиев вызвался добровольцем для поездки в зону военной спецоперации на Украине для оказания медицинской помощи военнослужащим и местному населению. Ровно месяц он провел в горячей точке и по возвращении поделился своей историей с нашим корреспондентом. Заведующий травмпунктом амбулатории Бутова парк Рустам Ифиндиев вызвался добровольцем для поездки в зону боевых действий. В течение месяца он побывал в трех населенных пунктах – Рубежном, Первомайске и Луганске. Из нашей больницы выявился пять человек. Из пяти человек по решению главного врача решил поехать я. А что касается зов моей души, который туда потянул, скорее всего, это просто такой патриотизм, что ли сказать. Там он не только оказывал медицинскую помощь военнослужащим и населению, но и в составе бригады врачей налаживал административное управление местными больницами. Мы приехали с докторами, все как положено средним персоналом. Нашли мы по городу, те, которые там раньше работали, повара, санитарки, всех мы собрали. А потом через них начали искать врачей. Врачи, когда приходили, они даже нам подсказали, где есть какие-то оборудования, куда мы их прятали. И как бы два дня хватило нам того, чтобы в рубежном полноценно начать работу в больнице. В 90-е годы во время прохождения срочной службы в армии Рустам Афиндиев также находился в зоне военного конфликта в Чеченской Республике. Опыт, полученный тогда, повлиял на нынешнее решение отправиться в горячую точку. На этот раз медицинские учреждения находились на некотором отдалении от линии фронта. Что касается подальше, километра 15-20, стрелы, шум, день, ночь слышно было. Однако мы уже как-то привыкли к этому, на это внимание никто не обращал. По словам Рустама Афиндиева, для врача нет ни своих, ни чужих. Он оказывал помощь всем раненым без исключения. Мы продразделили их, условно говоря, на две части. Врач и жесткая субординация, и пациент. Вот эту сортировку проводили мы изначально, по степени тяжести. А что касается свой, не свой, это мы на это время не обращали. За неделю работы в Первомайской больнице с руководством учреждения выстроились хорошие отношения, которые планируется развивать в будущем. От них получал письмо недавно, что они до сих пор умоляли, вы нас не забыли. Они хотят, чтобы мы каким-то визитом в сентябре приехали к ним. Желательно с руководством нашим, чтобы они в процессе интеграции, когда луганская медицина плавно внедряется в российскую медицину. Здесь у них свои аспекты, свои нюансы. Вот как-то сгладить, как говорят, острые углы, чтобы работа началась полноценно в таком же масштабе, как в таком же форме, в таком же формате, как в российских городских больницах. Ожидается, что новая поездка состоится в начале осени. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов и Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В поселке совхоза имени Ленина общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» организовало любительский шахматный турнир. Он был приурочен к Международному дню шахмат. Призы победителям предоставил основной акционер ЗАО «Совхоз имени Ленина» агрохолдинг «Рота Агра». Хоть турнир и любительский, страсти на спортивной площадке бушуют самые настоящие. Впрочем, и игра идет не на интерес. В качестве призов, главных призов, у нас будет флешка, чашка с эмблемой «Рота Агра», блокнотик, ручка, карандаш и сыр «Рота Агра», который производится на нашей фабрике. Это уже третий шахматный турнир, организованный в поселке совхоза имени Ленина. Статус любительского вовсе не говорит о том, что спортсмены не имеют подготовки. С шахматами где-то занималась или с кем-то играла? Или чисто так сама выучила? Ну, я на турнирах пару раз была в школьных, практически выиграла в школе, дома. Ясно. А сейчас просто перенервничала, да? Да. Анастасия Мяснянкина, несмотря на всю волю к победе и солидную подготовку, стала лишь второй. Признается, настольные игры – семейное увлечение. Мы не только шахматы, мы в шашки, в нарды, домино. Нарды, вообще все что угодно. Нас в шашки, нарды, домино научил дедушка, в шахматы нас научил играть папа. Более двух часов длились спортивные баталии. После нескольких выигранных партий абсолютным победителем стал Даниил Алдашев. Это тебе в качестве главного подарка. Все, бери еще раз. Тверка, молодец. Можно фоточку. Что самое удивительное, Даниил в настоящее время шахматами уже не увлекается, но, как говорится, руки помнят. Мы сейчас занимаемся бассейном, футболом, из овера, кашем. Организаторы планируют провести очередной шахматный турнир в сентябре, когда большинство ребят вернутся из каникулярных поездок. Максим Козлов, Екатерина Доблятова, Видное ТВ. В Ленинском отделении Центра социального обслуживания «Вера» в рамках программы «Активное долголетие» открылся бесплатный велопрокат. Одной из первых с ветерком прокатилась Екатерина Борисова. В Центре социального обслуживания «Вера» летом обычно не слишком многолюдно, но посетителей есть всегда. Тем более сейчас, после открытия бесплатного велопроката для участников программы «Активное долголетие». Велосипедов всего два, оба трехколесные. Кататься на таком трехколесном велосипеде можно в любом возрасте. Нагрузка на колени минимальная. Но так как велосипед достаточно тяжелый, на нем тоже нужно учиться ездить. Мне показался он чуть менее маневренным, чем обычный двухколесный. Да и тормозной путь чуть больше. Это надо учитывать. Зато не нужно думать об устойчивости. С управлением легко справляются даже те, кто на велосипеде не сидел много лет. Тяжело ездить? Нет. Мне нет. Легко, да? Нравится? Нравится. Они не только дают удовольствие, какой-то бодрый заряд, энергию. Но вот некоторые женщины говорят, что нам рекомендовали. То есть состояние здоровья, допустим, у некоторых там коленей, что-то там проблемы с коленом, с ногами. То есть им рекомендована вот именно вот эта вот езда на велосипедах. То есть это очень полезно для здоровья. Пока одним час ветерком, другие проводят время за настольными играми и ждут своей очереди. Татьяна Григорьевна Некрасова уже восемь лет не представляет своей жизни без центра социального обслуживания «Вера». Говорит, нововведение всем очень понравилось. Моторика для колен. Это вот я хожу на массажи, это не то. А вот когда в движении человек, это вообще здорово. Это здоровье, движение, настроение. Активные долголетые теперь могут кататься на велосипедах по специальной площадке каждый будний день с утра и до обеда. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно-ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...